Железная дорога И все делает, чтобы благодаря ему счастье и добро приумножалось Я вот человек верующий, так и думаю, что все по воле Божьей делается И, наверное, так надо было, чтобы такое решение было там, как говорится, на небесах Что я должен был поработать в Верховной Раде И, конечно же, те масштабы, которые были на железной дороге Здесь они несколько меньше, но, тем не менее, и там, и здесь я работаю для людей, в первую очередь Так я работаю для нашей страны Его трудовая жизнь стартовала на Южной железной дороге Именно там заметили управленца от Бога И он плавно, но уверенно продвигался по карьерной лестнице Именно Южная железная дорога позволила ему испытать себя Как профессионала железнодорожника и мудрого лидера И доказать, что Южеде может быть прибыльной и успешной Это поручение он получил от человека, которого называют своим учителем И память о котором свято чтит Георгий Николаевич Кирпа Ни его, ни себя, ни людей, которые в него верят, Виктор Остапчук не подвел Вот малая доля его достижений Проведена электрификация главных направлений Южной дороги Экономический, экологический, геополитический аспекты этого громадного дела Государственной важности переоценить невозможно 11 июля 2002 года в Харькове был пущен первый столичный экспресс Ознаменовавший начало новой эры в развитии железнодорожного транспорта Эры комфорта, скорости и безопасности Одним из отцов-основателей отечественного скоростного движения Является Виктор Остапчук Реконструированные вокзальные комплексы стали украшением городов и поселков У Харькова появились железнодорожные визитные карточки Среди которых впечатляющая красивая привокзальная площадь с музыкальными фонтанами И дворец спорта-локомотив имени героя Украины Георгия Кирпы Южная железная дорога была сохранена как единый хозяйственный комплекс И стала пионером во внедрении новейших технологий Я как тогда, просто как инженер, подумал сам А что можно сделать для того, чтобы этого никогда больше не было? Я посмотрел на карту, как идет дорога, какие грузы, откуда мы получаем И понял, только сегодня электрифицировав Южную железную дорогу Осносив ее сегодня мощными электровозами И связав это все с портами и с границами восточными и западными Можно сделать так, чтобы Южная дорога навсегда ушла от того, будет или не будет Поэтому мы сегодня отдали, и я считаю, что я горжусь этим Так, что Южная дорога других дорог, может быть, и не будет А Южная была, есть и будет Виктор Николаевич привык делать все красиво и с душой Его инициативы идут от сердца Поэтому и оставляют в душах людей хороший след Когда в 2012 году он стал депутатом, многогранность его личности проявилась в полной мере Он поддерживает столько сфер жизни и инициирует столько новых начинаний Что некоторым людям непостижимо понять, как один человек может продуцировать столько интересных, а главное полезных идей Для него же все по плечу Если он задумал, значит это воплотится в жизнь Так привык Так его воспитала семья и любимая работа Я думаю, что сегодня у нас достаточно много таких хороших дел, начинаний Которые уже превращаются в традиции И которые позволяют именно детям понять, что сегодня очень много в этой стране людей Которые действительно говорят, что все лучшее надо отдавать детям Он всегда, в первую очередь, думает о подрастающем поколении Почти на все свои депутатские инициативы смотрит сквозь призму детского видения проблемы Виктор Николаевич прислушивается к мнению детей Потому что считает, что их устами действительно говорит истина Он считает для себя большой честью воплощать в жизнь детские мечты Я прочитал книжки, что символ нашего города – это Байбан Мне захотелось, чтобы в нашем городе поставили памятник в честь этого символа Я написала письмо народному депутату Виктору Остапчику С просьбой поставить этот памятник Искренне спасибо Виктору Николаевичу за то, что он исполнил мою детскую мечту Отпишите нам от всех родителей нашего поселка От родителей нашего детского сада, которым вы опекаетесь Поблагодарить вас сердечно, искренне Пожелать вам всего самого доброго, самого светлого ясенника Скажи, скажи большое спасибо Спасибо Скажи, спасибо большое Скажи, спасибо большое А сколько ему? Два года Ну, у меня такой же он, младший От первого садика, от родителей Большое вам спасибо Большой подарок, классный вообще Бомба, и парк красивый, приятно за все Да, это нашу площадку Мы понимаем, сколько у вас проблем, сколько вскоре Спасибо Виктор Николаевич, мы вас очень любим, ценим, здоровья вам В Шевченковском, Купинском, Изюмском и Боровском районах Дети благодаря заботам народного депутата Принимают участие в интересных конкурсах Получают прекрасные призы Отдыхают в лучшем лагере слабожанщины Солнечной А еще имеют возможность попасть на незабываемое шоу на воде Новогодний праздник в бассейне «Локомотив» Спасибо большое Виктору Николаевичу Остапчику за приглашение Мы, кстати, выиграли конкурс Был конкурс, розыгрыш для детей Там были загадки Вот у меня младший ребенок, девочке 5 лет Она, кстати, отгадала две загадки И выиграла два билета для себя и для своей сестрички И вот мы здесь Во время новогоднего праздника на воде Детвора имеют возможность увидеть выступление Харьковских синхронисток Которые сегодня входят в пятерку мировых лидеров Этого вида спорта В этом заслуга и Виктора Остапчука Когда он стал главой Федерации синхронного плавания Украины Украинская сборная почувствовала настоящую опеку и помощь Виктор Николаевич уже давно помогает синхронному плаванию Многие годы, если мы уже елку проводим 14 лет Вы представляете, насколько давно мы уже знакомы И можно говорить просто часами об этом Самое главное достоинство этого человека Я безумно счастлива и рада И вся Федерация синхронного плавания Украины С восторгом проголосовали за Виктора Николаевича Потому что человек просто созидатель Вокруг, везде, вот знаете как Прикоснулся и стало все золотое Так и у нас Я считаю, что успех, который сегодня есть в синхронном плавании Это прикосновение этого человека Своей удачи, своего разума, своей активности И дай Бог, я вам всем желаю Чтобы у нас и в спорте, и в профессиональной деятельности Были такие люди, как Виктор Николаевич Спасибо вам, Виктор Николаевич, еще раз Что не отказались И взяли такую тяжелую Федерацию синхронного плавания На свои плечи Кроме синхронного плавания Виктор Остапчук помогает развитию волейбола Поддерживает бессменного лидера Украинского чемпионата Легендарный Харьковский клуб «Локомотив» Благодаря Виктору Николаевичу Развиваются спорты в глубинке Регулярно проводятся соревнования По мини-футболу, настольному теннису С шахматом А шахматный турнир на Кубок чемпионки мира Анны Ушениной Это уже визитка Купенска У нас уже проводится третий год И вы же видите, если в первый год у нас только были наши ученики Там было порядка больше чуть-чуть 20 человек 24 То сегодня этих уже 54 человека Ну, по крайней мере, по статистике И очень многие взрослые с удовольствием участвуют в этом турнире Поэтому, может быть, в прошлый раз мы не совсем правильно сделали акценты Что обязательно Потому что все равно Как бы потом, после всех мероприятий Которые проводились с детворой Взрослые были здесь А потом садились Начинали тоже играть Ну, а вообще, в принципе, знаете, как Недавно в «Зеркале недели» Юлия Мостовая написала Что надо все ответственные посты ставить Всех тех людей Которые умеют играть в шахматы Правда, и в покер Так, я думаю, что, в принципе, это, в общем-то, правильно А вообще Купинску повезло особенно Город и район получили благодаря Виктору Остапчуку Огромные возможности для развития Например, здесь успешно реализуются его экологические инициативы Работает линия по сортировке мусора и резке пластиковых бутылок В планах полноценный мусороперерабатывающий комплекс И экологическая площадка, которая может стать хорошим примером бережного отношения к природе И разумного подхода к использованию мусора Не только для слабожанщины, но и для всей Украины Кстати, Виктору Остапчуку удалось решить проблему жителей села Петровка Которые жили как в аду из-за соседства с огромной свалкой Он проникся человеческой бедой На которую другие чиновники просто закрывали глаза Сейчас команда Виктора Остапчука работает над проектом по очищению речки Северский Донец Изюмчане обратились к депутату за помощью, потому что она катастрофически обмелела А ее прекрасные берега превратились чуть ли не в свалку В 2014 году Виктор Остапчук возглавил партию Ведроджиня Первым председателем которой был его учитель Георгий Кирпа Это партия профессионалов Преданных своему призванию Ответственных и надежных Людей слова Мы сегодня занимаем активную такую державную позицию Потому что основа партии это были железные дороги Железнодорожники, а вы знаете, железные дороги это артерии страны Которая объединяет сегодня всю Украину И поэтому это становой хребет нашей экономики Он имеет бесценный жизненный опыт И уже давно дал понять А в беде не бросает Не отрекается от своих ориентиров и принципов Строить церкви Потому что убежден Без веры и духовности нет будущего Конечно же я еще счастливый человек Что мне Господь дал возможность Все-таки вместе со своей командой Восстановить много церквей, построить Я вот горжусь Пусть там как угодно говорят Но есть вещи искусства Допустим, спас вам скит Есть такой подборками Где-то в далекие В 1888 году Было крушение царского поезда И там все развалили Осталась одна только церковь Но которая построена по итальянскому проекту И как бы там ни крутили сегодня Это действительно что-то такое Знаете, большое искусство Божье проведение дало возможность За это дело восстановить И сегодня поверье, что эта церковь Охраняет всех пассажиров Которые едут по этой железной дороге Это раньше была дорога в Крым Конечно, и я обязательно надеюсь Что Крым обязательно будет наш И все эти поезда, которые пойдут И Господь Бог будет охранять всех пассажиров Под патронатом Виктора Остапчука Проходит множество творческих конкурсов Например, Пасанковый рай в Изюме Куда накануне светлого праздника Пасхи Привозят свои пасанки дети Из Шевченковского, Купинского, Боровского и Изюмского районов Все подарки приготовлены от социального группы Паваги От Виктора Николаевича Остапчука Дети очень любят этот конкурс Мы благодарны, что именно финал проходит на нашей базе Поскольку это красочное мероприятие Планов депутата Виктора Остапчука Законопроект о возрождении народных промыслов Очень любит слушать игру на Бандоре При его поддержке в Харькове Проходят конкурсы и фестивали бандуристов Виктор Николаевич считает, что бандура – это инструмент украинской души Для меня сегодня бандура – это олицетворение национальной самосознательности И вот я не видел фильм «Поводырь», так, допустим, там хочу Ну, я просто хочу сказать, для меня бандура – это сегодня вот возрождение нашей национальной идеи Понимаете, я все время вспоминаю Кирпу, когда он пришел, он сказал, говорит, хватит, встаньте, начинайте уважать себя Поэтому я думаю, что сегодня, вот с того, как мы сегодня относимся к своей духовности И мы должны понимать, что начинается возрождение нашей нации, как великой Украины Вадька из Житомирщины, мама из России В Белгородщине, а когда началась война, то они працювали в Магнитогорске на металлургийном заводе Мабуть, у моей души больше от батька, чем от мати Ну, я очень люблю, уважаю Украину, люблю украинскую культуру, песни Душа моя украинская В Ирши Тараса Шевченко и песня «Стоит гора высокая, а пед горою гай-угай» Но в конце она заканчивается, что вы вербы, еще для вас весна будет, а молодость не вернется Не вернется она 60-летний юбилей, и я об этом уже помню, что в принципе молодость, она уже не вернется И что надо обязательно сегодня, и что надо делать больше добрых дел Хотя сделано в этой жизни немало Просто иногда жалеешь о том, что не было возможности дать, наверное, то внимание своим детям Хотя у меня замечательные дети, две дочки, внуки Но все равно я чувствую, что сегодня замечательная любимая жена Но где-то я чувствую, что я их, конечно, немножко в этой жизни обделил О песне спеваю, как говорится Очень, очень люблю о родителях У меня, в принципе, очень много друзей, которые среди певцов, композиторов Которые со мной дружат много лет Поэтому я, когда был начальником службы локомотивной Я сказал, что мы будем не только хорошо работать, но мы вместе будем и петь И вот представьте, 12 или тогда было 15 мужиков здоровых таких, так Значит, мы ходили в Дворец культуры даже, в общем-то, брали уроки там, в общем-то, у профессионалов И потом иногда там на каких-то мероприятиях там пели так, что некоторые поражали, что, в общем-то, откуда такие вот замечательные украинские хлопцы Не зря говорят, что минуты идут, часы бегут, а годы летят Позади Виктора Николаевича Стопчука не одна взятая высота Впереди новые планы и новые вершины Если человек имеет волю и мудрость, живет для блага своей Родины и своего народа Он может сделать все для осуществления своих планов Надо просто честно служить своему делу Делу, которое выбрал раз и навсегда Единственное, что, конечно, знаете, как в фильме «Холодная осень» 1953-го Как там папа нам говорил, говорит, хочется еще и пожить, и поработать На благо нашей Украины Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин